Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ласковое море Трогаешь ладонью В воду, воздух, время То, чего не знаешь И без смечной птицей В небо улетаешь Таполины, пух, жара, июль Ночи такие звёздные Ты пойми, что первый поцелуй Это ещё не любовь, это лишь такой закон Бельбы и противоположность Таполины, пух, жара, июль Ветер уносит в небо Только ты не веришь никому Ждёшь ты только снега, снега, снега Ну-ка, все вместе Хором! Снега! То ладони к небу А то просто к сердцу А то просто к сердцу Где найти бы счастье В любви Маленькую дверцу Маленькую дверцу Далеко-далёко Далеко-далёко Парус уплывает Парус уплывает В этой жизни счастье В этой жизни счастье Мало так бывает Давайте все! Таполины, пух, жара, июль Ночи такие тёплые Да, да! Ты пойми, что первый поцелуй Это ещё не любовь Ну-ка, все вместе Хором! Таполины, пух, жара, июль Ветер уносит в небо Только ты не веришь никому Ждёшь ты только снега, снега, снега Друзья, коллеги Самые талантливые люди Всем привет! Это абсолютный рекорд Сегодня, чтобы все спели в микрофон И тополины, пух Спасибо! Таполины, пух, тополины, пух Жара, июль Ночи такие лунные А солёный векер с моря дул Уносят с собою мысли грустные Таполины, пух, жара, июль Белые клопья в снега И любовь тебе пришла А ну-ка, все вместе пришла Этим снежным летом, летом Любовь Любовь Друзья, да здравствует Любовь Легендарные парушки в усечённом составе Кирилл Здравствуй, дорогой Ну почему в усечённом? Николай Наконец-то Самым эксклюзивно Дорогущим Как у вас пиджаки похожи А вот я Да Знал Это старая коллекция Николая Выкупил её Кирилл? Меня волнует Где? Один вопрос Где? В всю страну Где? А почему ты смотришь на пол где? Ну может вы его утоптали? Ну где Рыжий-то? Приболел Приболел? Да, немножко Желаю ему здоровья Как хорошо, что есть Я просто подумал, что могу его заменить На самом деле Как там? Это ещё не любовь Это просто такое чувство противоположности И законоберности, да? Почти Ну на самом деле сегодня Хоть все узнали О чём говорит Рыжий уже 29 лет Я попытался Это ещё не любовь Это лишь такой закон Противоположности Полная противоположности Да Особенно мне нравится Что он всегда говорит Коллега Я говорю Я рэпом не занимаюсь Вот Ну парни Спасибо огромное Что вы пришли Открыли Сегодняшний Потрясающий Невероятный Выпуск И Вот всю жизнь Вы поёте в группе Я надеюсь Это поможет вам Оценивать коллективные выступления Я прошу подняться вас наверх И стать одними из наших экспертов Подбурные аплодисменты всей Соки Два Кирилла Это сила Добрый вечер, друзья На телеканале Россия Большая премьера Самый удивительный вокальный проект Ну-ка все вместе Продолжают удивлять В этот раз мы придумали для вас кое-что Ещё более зрелищное Специальный сезон В котором на сцену выйдут только коллективы А значит будет ещё громче Ещё увлекательнее И гораздо масштабнее Вы смотрите Самое грандиозное вокальное шоу страны Ну-ка все вместе Хором! Прямо за мной расположилась небольшая музыкальная школа И пусть не только одна стена Но зато какие преподаватели Целая сотня экспертов Среди них представители всех музыкальных жанров и направлений Певцы, авторы, композиторы Обладатели престижных премий Легенды эстрады И даже звёздный фониатор Именно эти профессионалы Будут оценивать наших участников Директором этой школы Трудится непревзойдённый лидер Сергей Лазарев Серёжа, привет! Здравствуй, Коля! Ну, когда последний раз давали на шторы? Здравствуйте, уважаемые зрители Привет сотня! Коля, а зачем нам шторы? Нам скрывать нечего Всё, что происходит на стене Обязательно должна узнать вся страна Как мы радуемся Как мы плачем Как мы танцуем на декорациях Как мы спорим друг с другом Да-да, друзья Мы часто друг с другом не согласны И об этом тоже вы должны знать Но именно в споре порой рождается истина И мы всегда выбираем лучших Вы об этом знаете Удачи всем участникам! Правила шоу всем знакомы Каждый коллектив, который появится на сцене Должен выступить так, чтобы эксперты на стене встали и подпели ему Участники получат столько баллов, сколько членов жюри споют вместе с ними Тройка лучших коллективов займёт места лидеров Но лишь два из них пройдут в финал Где сразятся за победу И большой денежный приз Пять миллионов рублей! Я не слышу, чтобы участники распевались А это значит лишь одно Они уже готовы Мы начинаем самое масштабное вокальное шоу страны Ну-ка все вместе хором! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот до сих пор У нас только коллективы в этот спецсезон Только коллективы ансамбли Только коллективы ансамбли Группы, квартеты То есть не сольные Всем привет! Мы эстрадный хор «Джем Саунд» из города Новосибирск Привет-привет! Наш коллектив появился 6 лет назад В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств Как вокальный кружок Так как мы эстрадный хор Мы исполняем, естественно, эстрадную музыку Самое главное, что мы несем хоровое искусство в массы Наш состав – это такая маленькая сборная солянка У нас очень самобытный и интересный коллектив Каждый с интересной профессией Каждый с интересным делом Я, допустим, занимаюсь моделингом То есть я модель плюс сайз Недавно была на конкурсе красоты И получила гран-при корону в виде месяца У нас есть операторы Юристы Архитекторы Дизайнеры Есть вообще люди различных направлений Но тем не менее Сейчас придурю Тем не менее мы вместе Я молчу И что самое главное здесь Именно в хоре наши мечты Каждого из нас, они сбываются Не забываем, что хор – это не скучно Не скучно У нас даже майки есть На футболках сзади написано Хор – это не скучно Хор – это не скучно Мы приехали к вам из горячей столицы Сибири Из города Новосибирск Считаем, что хор – это не скучно Очень интересно Эмоционально Искренне А самое главное – с огромнейшей любовью к музыке Ну, эстрадный хор – это, получается, хор солистов Да? То есть тут каждый солист Ух ты! У них постановка Видимо, да Хореография Интересно Даже интересно Заинтриговали Так как это хоры Надо все Достаточно тихо у нас Чтобы слышно было Чуть-чуть не строят Слышишь, да? Вот это начало, слушай, это нормально Может так Однажды он сказал Твой полет всего лишь сон И ты летать не стал Стал таким, как он И властью очень гармонично передается Ходить Солисты не нравятся Научился, как ребенок ты Во-первых, она очень волнуется Во-вторых, Вима Нотк Но все не мог забыть Той прозрачный сон Что-то неточный Ну, Ганя, ну неточные просто Неточные голоса И лететь по белому свету Став одним движением ветра Но это очень сложно Такую песню исполнить хором Это практически невозможно И не думать, как приземлиться А у птиц в свободе учиться Оставим все то, что жаль Однажды ты привык И почти не стал мечтать Но только чей-то ты Чей-то ты Вдруг поспал летать Всегда И под клевны Глаза Т plesht В 127 Субтитры делал DimaTorzok 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 И ребята 42 голоса Субтитры делал DimaTorzok А что вас навело на такую мысль? Ну от вас вот такая была солнечная энергия, теплоты, спокойствия, что все просто члены жюри заснули у меня такое впечатление. Они просто насладились вашим потрясающим вокалом. Олег, композитор Олег Владит. Ваш земляк из Новосибирска. Больше нет. Да-да. А ты ведь бы мог где-то там стоять. И стоять там теперь не смогу. И наверное меня ждать звания почетного жителя города Новосибирска можно теперь не ждать. А ты ждал, что тебе дадут почетное звание? Какой ты наивный автор. После всех перечисленных тобой у каждую программу заслуг, ну да, надеялся. Слушайте, но столько версий эта песня пережила. Сегодня мне показалось, что наверное это одна из не самых удачных аранжировок и не самых удачных версий для этой песни. Вот этого пространства, этой атмосферы, полета, но почему-то было с перебором. Большинство голосов звучало, я не знаю, как часть аранжировки. Солистка звучала достаточно убедительно, а основной хор звучал, не знаю, как часть аранжировки для меня. Бэк-вокал фактически, да, как Светлана говорит. Ну что, доставай платок, плачь. Расстраивайся. Светочка, Света Мастеркова, олимпийская чемпионка. Ты в «Золотом квадрате», тебе понравилось. Скажи мне, пожалуйста, ты одиночница или ты хоровик? Я хоровик. В детстве я хотела поступить на эстрадное пение, но, как правило, там мест было меньше всего, и я пела в хоре. Я для себя усвоила. Хор – это тогда, когда ты смотришь на человека, слышишь композицию и не понимаешь, откуда идет звук. Какой человек, это как лотерея, услышать и увидеть, кто сейчас поет. Вот для меня это хор. А еще для меня есть эталон пения нашей удивительной Татьяны и Лены Зайцевы. Послушайте композицию «Сестры». И вы не поймете, кто поет из них в данный момент. Это теперь я понимаю. «Сестры Зайцевы» сознание потеряли, их похвалили. Вот они не только с чувством юмора, девочки, они не только с чувством юмора. За пять сезонов мы их не хвалили, наконец-то. Они прекрасные. Если кто-то будет петь так, как «Сестры Зайцевы», я буду абсолютно счастливым человеком. А я здесь для того, чтобы быть счастливой, потому что россияне все поют хором. И моя мама за столом с девчонками поет хором. Это круто. Спасибо вам большое за то, что мы и вот наши зрители сейчас поют с вами. И мы поем с вами великолепно. «Сибиряки форево». Это мнение олимпийского хормейстера, можно так сказать. Марина Фирсова. Ну-ка, посмотри на меня. У тебя сегодня что, пятница проказница? Мариночка, тебе слово, моя дорогая. Как хормейстер, скажи что-нибудь. Как хормейстер. Ребята, здорово. Мне очень, знаете, что понравилось? Не было ни одного равнодушного лица. Вы все были в этом процессе. Ручка, ножка, там голова туда-сюда. И пусть было не идеально. 42 балла, ну, наверное, мало, но все-таки у нас строгая жюри. Но вы, главное, кайфанули. Вы получили удовольствие. И мы тоже получили удовольствие. Спасибо вам большущие, что приехали. Новосибирск. Ой, Мариночка, с тобой, конечно, сложно, но можно. Но можно. Ну, а теперь мне хочется передать слово суперпрофессионалам хорового исполнения Кириллу Андрееву и Кириллу Туриченко. Да, да, да. Я, на самом деле, чего-то ждал. Вот я вот, я думал, вот, вот, может, сейчас вот что-то должно произойти. Какой-то вот должен был быть поворот. Да, поворот происходил только у солистки. Это правда. Да, но вот я вам честно скажу, что вот чего-то не хватило. Потому что, на самом деле, голоса очень классно звучали. Очень классные были басы, ребята очень классно пели. Ну, просто как-то было немножко так все разрозненно. То, что сегодня вот произошло, вот эта оценка того, что мы говорим, это не та оценка, к которой можно расстраиваться. Просто нужно немножко поработать, и коллектив сам по себе очень классный. Я не пел в хоре, у меня пела в хоре моя бабушка, хор Пятницкого. Ребят, мне, наверное, не хватило немного вот энергии, мощи, потому что там был какой-то момент в песне, где вот очень ярко было выражено вот женский вокал, но он очень был такой немножко грубоватый, даже с криком. Вот не хватило немного вот душевности, да. Ну, а так, в принципе, все замечательно, и дай бог вам, чтобы у вас все получилось в дальнейшем. Спасибо. Мне показалось с самого начала, что не было единения. Вот просто вы разрознены были, вы не были едины. В хорах это самое важное, чтобы звучал хор как один человек. А у вас получается, что каждый свою гнул линию и по звуку по-разному, и по... Понимаете, не было одного дыхания. Вы каждый как солист пели. Не было ну-ка все вместе. Хором. К сожалению, не случилось. Идея классная, песня классная, вы замечательно выглядите, но такое ощущение, что вы не дорепетировали. Я уверен, что вы можете лучше, уверен, что вы можете больше, но в данную секунду единения не произошло. Мы появились при ВУЗе, как вокальный кружок, и потихонечку выросли в хор, и обросли как бы вот именно людьми, которые собрались в команду. И последние полтора года мы как концертирующий коллектив стараемся именно быть не просто кружок, а именно как коллектив в одном составе. И вот то, что вы сейчас видите, это и старые кто остались, и новые уже, и это одна команда. А какой ВУЗ, да? Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Но в любом случае, слушайте, у вас увидела вся страна, и вы кружок, вам есть чему научиться. И я уверен, что через какое-то время вы найдете такое единение, что миллионы-миллионы людей в нашей стране будут рукоплескать вам на ваших концертах. Спасибо. С песней лететь. Jam Sound залетает прямо в тройку лидеров. Прошу занять ваши места. Слушайте, ну какие молодцы. Все равно архитекторы, архитекторы. Я говорила, самодеятельного коллектива очень неплохо. И получили огромное количество классных замечаний, которых... И позволят им расти дальше. Да, да, позволят им расти дальше. Первые участники набирают 42 голоса, но следующие коллективы постараются поднять на ноги всю сотню. В эфире самое мощное вокальное шоу. Ну-ка все вместе хором и продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, мне кажется, сейчас будет группа. Спорим? Битбокс. Не будет сейчас. Битбокс сейчас будет какая-то группа такая. Хотелось бы акапелла, чтобы вот что-то... Эстрадная. Эстрадная. Хочется встать потанцевать. У тебя это не танцы на уме, ей-богу. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые зрители и телезрители. Мы вокальный квартет... ДЕВЧАТА Знакомы мы уже 20 лет. Когда-то мы все приехали из разных уголков нашей необъятной родины. Понаехали, в общем. Да. И познакомились мы все в Российской академии музыки имени Гнесиных. Раньше наш квартет назывался Медовуха. Ну не подумайте, что со спиртным напитком это не ассоциируете. Да. Но это потому что сладкоголосые, понимаете, пьянящие своим голосом. В общем, вот именно в этом контексте. Пикантный квартет. Ну так как мы развивались, наш коллектив, и, соответственно, уровень у нас повышался, и мы стали, конечно же, выступать уже на серьезных площадках, филармонических и так далее. И, конечно же, уже это название немножечко было... Неактуально. Да, неактуально. Ну вот, по меньшей мере. И, конечно, нам пришлось сменить название. И поэтому мы решили, что назовемся «Девчата». По одноименному фильму «Девчата». И теперь песня «Хорошие девчата» — это наши визитные карточки. В виртуаре в нашем народные песни. Народные песни в современных аранжировках. Также у нас авторские песни, музыка советского кино. Потому что эти песни вызывают ностальгии у всех по тем временам былым. И, конечно же, находят отклик в душах и сердцах наших зрителей. Ну, волнуемся, конечно, очень волнуемся. Но так как нам все-таки не шешнадцать... Молодцы, да, вот. Да, то есть как бы мы уже много что видели в этой жизни, поэтому, естественно, на положительный лад настраиваемся. Ну уж как будет, так будет. Но мы не сдаемся, потому что вместе мы... Сила! Во-первых, это красиво. А, вот квартет. О, какие девчонки! Народницы, что ли? Ой, здорово! Здравствуйте, уважаемые эксперты! Здравствуйте, дорогие зрители! Дорогие телезрители! Мы — вокальный квартет «Девчата». Оригинально! И сегодня мы хотим подарить вам прекрасное настроение и пригласить вас вместе с нами отправиться в небольшое путешествие, а именно в 1956 год. Кирилл, 56-й, 22-го рождения. Золотой фонд советского кинематографа. Эльдар Рязанов. Народный кумир. Возможно, эту песню не все слышали, а у некоторых нахлынет настоящая ностальгия. Поехали! Поехали! Он сказал, поехали! Он нас крутой! Вышло вкусно сказало, улыбнулось. Все красотки. Вообще, стилистика потрясающая, прически. Вообще, умнички! Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания приставы на площадке. Служила нашла, на Танечку внимания никто не обращал. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не может быть! Нет, так себе! Никто не обращал. Да, классно, молодцы. В нашем клубе заводском веселый карнавал. Всю ночь боялась, не одной весом рука близка. За право с ней потанцевать вели жестокий спорт. Фанфан тюльпан санезиным с Ромео мушкетер. Серёза, они как-то с громофоном звучат. И вот опять в столовую приходят слезаря. Один этой боярышни с восторгом говорят. Она была под мозгою, ее пропал и вслед Танечка, неси скорее обед Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Глядят, а импоярышня сама несет обед Не может быть, представь себе, сама несет обед Не может быть, представь себе, сама несет обед Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот! АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, 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 не вся сотня. Не вся сотня. Там есть кто не устал. Но, в принципе, это почти, почти. АПЛОДИСМЕНТЫ Потрясающий коллектив «Девчата». Давайте посмотрим, сколько голосов они набирают. 97 голосов. Прекрасный результат, девчонки. Ой, смотрю на вас издалека, не узнаю вас в гриме. Анечка Семенович, это вы? Узнали. Да, я думаю, что надо обязательно Анне Семенович послать это. Вы сможете на гастроли ездить в разные города. Я могу к ней сама подъехать. Ой, да вы еще говорите таким же голосом. Такая корова нам самим нужна. Нет, это не в обиду, это я из мультфильма. У меня сейчас чуть зубы не выпали. Все-таки есть женская дружба в коллективе. А где мы так? А я хотела сказать, что у меня и глаза такие же, как у нее. Да, это вы вообще роскошные. Я имею в виду цвет, а не ниже. Не слушайте этот суповой набор, вы роскошные. 97 голосов. У нас тоже вот есть коллектив «Девчата». Девчата. Группа «Сорти». Леночка, как тебе выступление квартета этого? Девчонки, вы такие зажигательные. Вы знаете, когда коллективы набирают такие баллы, все говорят про какие-то мурашки. По мне не мурашки, по мне кони бежали. Вы знаете, вся стена так танцевала, я боялась, что пол провалится подо мной, потому что вы действительно зажгли. За копыта на плечах. Я и сама так пританцовывала, страшно было, честно. Но вы просто потрясающие. Спасибо вам большое за выступление. Это ваш балл, однозначно. Вы молодцы. Я прям как у камина постоял. Да, прям невероятно. Николай, ты же солист дуэта «Родоник». Да, я, дорогие девушки, вы очаровательны. Вы прекрасны. Самое главное, что вы сделали, это исполнили эту чудесную песню, которая, на мой взгляд, является как раз отображением культуры, высокой культуры нашей эстрады, русской, советской. И здесь вот как раз показано удивительное сочетание голосов, удивительная красота мелодики и красота ваша как исполнительница. Ты вообще бусы заценил? Ты-то должен... Нет, я сразу оценил вообще весь наряд. Я бы хотел вас видеть в своем коллективе завтра в 7 утра на репетиции. Спасибо большое. Что? Во сколько? В 7. Я никогда не смогу работать в вашем коллективе. Успеть надо порепетировать. Да. Господи, подождите, ну, как ты с ним вообще рядом находишься? Я его люблю. У тебя фен взорвался, что ли? Девочки, вы просто восхитительные. Идеально ансамблевый строй, идеально баланс голосов. И эти костюмы, и макияж, и прически, все вам подходит. Браво, аплодисменты, зал! Браво! Спасибо большое. Эта песня прозвучала в 56-м году в кинофильме «Карнавальная ночь». Вот. Здравствуй, Тимур. Здравствуй, Коля. Продюсер, певец, автор песен. Все, спасибо. Я вам искренне благодарен. Знаете, за что? Я так давно этого не слышал. Я вспоминаю сразу детство. Вот этот запах домашний. Вот эти выпечки бабушкиной. Вот эту вот ауру, атмосферу, когда ты с семьей садишь и смотреть старые советские фильмы. Спасибо огромное. Это прям... Спасибо. Здравствуй, Андрей. Привет, Николай. Ну как ты? Замечательно. Я люблю вас. Ай, мама. Почему-то рядом с собой я превратился в Ельцина. Кстати, я думаю, что все люди того времени начинали с пародии Бориса Николаевича. И там, знаете, самое интересное, что нужно было научиться? Можно было, в принципе, ничего не говорить. Палец держать. А потом уже добавляешь... Ну вот и у тебя хорошо получилось. Ну и можем, да. И. Вокальный квартет девчата. Вот голосом Ельцина давай скажи о них. О-о-о. Я сделал все, что смог. Я встал. Я встал не сразу, я просто любовался. Вы сами просто кайфовали на сцене. Это было видно, это чувствовалось. Нам это понравилось. Была безумная энергетика на стене. Спасибо вам большое. Очень круто, классно. Мы уже кайфуем 20 лет. О, ничего себе. А сейчас мой микрофон полетит на первый ряд. Два эксперта там не поднялись. Это Альберт Джалилов. И наш всеми любимый... Уже, судя по всему, не очень любимый. Лев Борисович Рудин. Лев Борисович. Орденоносец, вас так давно не встречали. Лев Борисович, ну как там ваше ничего? Я передаю слово Леву Борисовичу. Да. Ой, девушки, вообще вы когда вышли, это потрясающе. Потрясающе. Такой красоты мы не видывали здесь давно. Но! Но! Ну! Я не хочу быть в центре скандала. Нет, ты просто скажи, я не хочу. В будущем. Когда действительно выйдет коллектив, который будет достоин действительно 100 баллов. Так почему вы считаете, что это недостойный коллектив? Потому что... Потому что... Лев Борисович, вот от вас такое слышать, я вообще в шоке. Нет, я объясню дальше. Вы же пока мне не даете сказать. Вы начинаете перебивать. Нет, вы сразу начинаете говорить о том, что вот я сейчас выйдет тот человек, который будет достоин. Да, потому что я дальше сейчас разъясню. А вдруг вы в конце... А вдруг не выйдет, значит... Каждый раз говорю о том, что вдруг вы в конце поймете, что это... Так моя кнопка и останется не нажатой, если не выйдет. Да, это очень яркое выступление. Да, это очень зажигательно. Но у нас шоу на федеральном канале. Так, и... И поэтому такая деревенская гулянка, ее надо немножечко спрятать. И все-таки... Да, да, да. Позор. И все-таки сделать более сдержанно и академично для того, чтобы произведение не шло в угоду увеселению публики. Я слышал отдельные голоса, где-то и развалился ансамбль. Мне не устраивает фразировка. Ударения на последние слоги слишком были выпечены. Я могу дальше рассказать чисто экспертизу вокальную. Но это не сто. Альберт Джалилов, укусите его и заберите микрофон. Заслуженный артист Тарстана Альберт Джалилов. Здравствуйте, дорогие друзья. Я всех рад приветствовать. Здесь дело в том, что... Здесь нету для вас сейчас ни родных, ни дорогих. Я не понимаю, почему здесь вдруг у нас возникла дискуссия. Потому что 97 баллов на самом деле это много. Это прекрасный балл. Почему я не встал? Лично, почему я не встал? Мне не хватило разнообразия. Потому что все-таки... То есть четырех тебе мало? Когда мы говорим... Нет, нет, я не имею в виду количество участников. Их может быть четыре, пять. Это коллектив. Коллектив действительно высокого уровня. Но мне не хватило разнообразия именно в аранжировке, в интерпретации, вот так скажем. То есть мне не хватило, например, больше сольных партий. Мы все-таки ждем разнообразия. Я тоже его ждал. И опять же, я улыбаюсь. Я говорю это вот с улыбкой, потому что вы прекрасный коллектив. И я желаю вам всего самого хорошего. Мне кажется, я аргументирую достаточно четко, да? Да, спасибо. Поэтому большое спасибо. Ничего не понятно. Если бы мы знали, что это такое, то мы бы знали, что это такое. А так как мы не знаем, что это такое, нам очень страшно. Спасибо, Альберт. И мы переходим... О, Кирилл, Кирилл Туриченко. Хочу вас поблагодарить за прекрасную атмосферу. За ваши горящие глаза. Такое ощущение было, что где-то, слушаешь, винил. Просто пластинка настолько была слажена. Вообще супер. Поэтому я сразу нажал кнопку. Сергей Лазарев! Я хочу сказать, что, на мой взгляд, это пример профессионализма. Это пример правильной подготовки к телевизионному конкурсу, вообще к конкурсу. От начала и до конца. Вы абсолютно как сестры, во-первых. Вы выглядите просто бесподобно. Звучали вы для меня как один человек. Баланс идеальный был между вами. Один голос звучит, и вдруг в процессе песни идет разветвление вот этого одного голоса. Тембр один, но он вдруг разветвляется в многоголосии. Это самое классное. Это настроение ностальгическое, которое вы подарили, оно действительно окутало всех нас. И при этом для меня в процессе номера не было ничего наигранного. Вот вы такие, какие вы есть в рамках этого выступления. Очень профессионально от и до. Спасибо вам огромное. Не зря у меня муж Сергей Лазарев. У вас муж Сергей Лазарев? Да. Привет. И он музыкант. Класс. Привет огромное. И я хочу, кстати, поблагодарить тех экспертов, кто не встал, но высказал свое мнение, потому что мнение у каждого есть свое, и оно ценное. Хорошо, что вы детально рассказали, почему вы не встали. Это очень важно. Они просто нравятся, не нравятся. Там песня не понравилась. На Танечку внимания никто не обращал, а вот на квартет девчата внимание обратили. Сразу 97 экспертов. И, конечно, вы в тройке лидеров занимаете первое место. Вас как будто клонировали. Вот реально. Вы, да? Такое ощущение, как будто вот четыре клона и вот какие-то прям вот вы... Матрешки. Первая матрешка. Ну, я не могу тебя слушать просто. Четыре блондинки, вот что. А тебя как зовут? Оля, а спой. Восточные сказки. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. И мы зовем пойти вас на первое место в тройку лидеров. Спасибо. Главное, что они все красивые, все хорошо одеты, артистичные, улыбчивые. Четко работают вместе. Это для артиста очень важно. Они между собой синхронизированы, да, спеты там. Да, да, да. 20 лет. 20. Вот это стаж. Да, и правда не разругались друг с другом уже. С пяти лет, видимо, начали петь. А представляешь, что такие миленькие, а за кулисами. Бух-бух. Вот, дождя, так как о корове нам самим нужно. Теоретически следующие коллективы суммарно могут набрать еще 600 баллов. В истории нашего проекта такого еще не случалось. Но этот сезон абсолютно уникален. Так что будем верить в чудеса и продолжим самое непредсказуемое вокальное шоу. Ну-ка все вместе хором! Реально хочется услышать хороший прям такой мужской коллектив. Прям такой глубокий, сильный такой профессиональный. Это очень красиво, да. Мне кажется, что-то такое будет подсовое. Но я хочу мужчину видеть. Мужчин? Давайте праздники. Тебе муж покажет такого мужчину. Это что там, это где там, это кто там, это Логос! Здравствуйте! Добрый вечер, друзья! Мужской хор Логос! Наш мужской коллектив зародился еще в далеком 2006 году. И изначально мы пели в храме. Участвовали в богослужениях и до сих пор участвуем. Но в какой-то момент Алексей говорит, ребята, давайте что-нибудь такое классное создадим. Есть песни классные у нас, аранжировщик Максим Катагаров. Есть такие классные обработки, давайте петь. И мы начали петь, выступать. И так постепенно коллектив начал выступать на концертах, участвовать в проектах. И сегодня мы здесь с вами. Более того, мы даже на концертах часто исполняем духовные произведения. И они находят очень большой отклик у сердец наших зрителей. У нас у всех блестящее музыкальное образование. И наша фишка, наша особенность, то, что наш коллектив поет только акапелла. Вот это вот сочетание мастерства, вот эта вот огранка наших всех талантов. И дает этот драйв, это качество и этот стиль, который присущ нашему коллективу, мужскому камерному хору Логос. Мы сегодня будем петь песню, которая, на мой взгляд, отвечается по жанру от остальных участников и по стилю ее воспроизведения. У нас же, во-первых, акапелла, во-вторых, песня в целом более спокойная. Ну и пускай это будет такой сюрпризик. Она очень глубокая. Глубокая, да. Она очень сердечная. И мне кажется, что вот мы хотели бы этой песне вот именно пробудить в сердцах и жюри, и людей, и телезрителей, которые будут смотреть эту передачу, именно пробудить вот этот огонь любви, тепла, близости. Красавцы! Добрый вечер, уважаемые эксперты. Мужской хор Логос, Москва. Мы для вас исполним замечательную песню. Так люблю, когда мужчины в костюмах. Ребята подготовленные, видно. Хочется мужской классный коллектив услышать, такой академический, такой мощный. И вот они. Бас какой. Пока они не настроились как будто. Ночь, как день светла, Спи, моя светлана, Спи, любовь моя. В уголок подушки Носиком уткнись Звезды, как веснушки Мирно светят вниз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бой Аплодисменты Бас просто супер Ну неожиданно то, что прям 52 голоса, потому что это звучало гораздо круче и интереснее Мурашки от самого начала до самого конца. Ребят, ну просто гениально. Спасибо большое. Спасибо. Олеся, Олеся, можно я пройду это наслаждение как-то красиво? Оставлю тебя на сладенькое. Я слышал, ты подпевала. Боже мой, я услышал, это так красиво, это так тонко, это так чувственно. Ну покажи всем нам, как это было. У тебя, наверное, раз зрение испортилось. Почему? Потому что, впрочем, потому что я не хотела мешать этому потрясающее. Алина, ты и пела. Алина, ты и пела. Ой, слава богу, извини, перепутал. Да не надо говорить. Я думал, что это ты красиво пела. Отдай микрофон. Все. Алиночка, это твой был колокольчик, этот голос, который парил над этим залом. Господи, как я мог спутать этот тембор с этим ангельским, с этим незабываемым сопрано. Алиночка. Мужчины, я вам хочу сказать, что мне было очень приятно услышать эту песню в исполнении мужского коллектива, потому что мы все привыкли, это классический романс, и поют обычно женщины. И очень красивое изменение текста было в женском тексте. Это «Спи, как я спала», когда мамочка поет своей доченьке Светлане, а вы спели «Спи, любовь моя». Это было очень трогательно. И это тот случай, когда меняют текст и становится приятно от этого. Еще я хочу сказать, в оправдание остальных 48 членов жюри. У нас, у академистов, есть всегда проблема в том, что мы немножко консерваторские. Нас учат быть в определенных рамках. И поэтому, когда выступают академисты, существует такое немножко состояние, что мы зажаты вот в эти тиски классики, классического нашего воспитания. Академистам не хватает иногда вот этого опыта сценического, эстрадного, потому что мы привыкли к акустическим сценам. И нам очень сложно и привыкнуть к вот этим вот предметам, к этим палочкам, но это все ерунда. На самом деле, нам просто, у нас слишком большой бэкграунд. Мы 20-30 лет учимся, чтобы быть идеальными. И в итоге потом выходят ребята, которые попели там 5-6 месяцев в каких-то кружках, разорвались залом по барабану, наделали кучу ошибок, зато классно спели. И мы встаем. А когда выходят люди, которые учатся 20-30 лет музыке, и они немножко академически вот так вот скованы, и это очень сильно чувствуется. Но вы сделали это очень красиво. Но вот немножко не хватило вот этой свободы. Вот я впервые увидел, что тебя как будто накрыло. Меня накрыло. Эта песня вызывает у меня всегда слезы. Да, вот прямо все, вся в сердцах такая, расстроена. Спасибо вам. Вот прям низкий поклон. Спасибо. Спасибо, Алиночка. Моя красная королева. Твой король принес тебе микрофон. Что ты хочешь сказать? Нет, я просто хотела восторг высказать, потому что качество редкое, мужское, быть трогательными. Вы были очень нежными. Это не оставляет равнодушными. Спасибо вам большое. Спасибо за эту мужскую силу. Это спасибо я отношу и к себе. Так. Ну что, я иду к тебе. Та-Дам-та-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Оля, 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 Папко, Оба. Вот это витаминки. Олечка, ну почему вы сидите? Такая роскошная, такая невероятная, такая грамотная, такая умная, такая чувственная. Я вспомню, когда вы на какого-то одного мужика прямо вскакивали, а здесь семь. Семь стоят. Выбирай, не хочу. А вы? А вы сидите, перебираете, я смотрю. Уважаемые дорогие мужчины, для меня было неожиданностью, как вы начали. Вы так, мне кажется, даже сами от себя не ожидали, что вы вот уже начали петь. И поэтому настрой ваш сразу же развалился. И из-за этого вы все время плыли, 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 потом в серединке собрались. Я думаю, ну вот сейчас прямо я встану, потому что вы действительно очень классные, это слышно. А потом снова пошло что-то не так, и опять вы ушли. И очень обидно за вас на самом деле. Вы потрясающие, уникальные. Я думаю, что у вас еще все самое важное и самое главное будет. Я желаю вам только удачи. Спасибо большое. Я сейчас пойду к адвокату, у вас есть адвокат, он сейчас все скажет, защитит вас. В нем столько энергии. Притом адвокат с хорошим именем, Давид. А фамилия какая? Виннер. Фамилия победителя. Вы знаете, вы сегодня продемонстрировали не только нам, но и телезрителям главную суть своего названия. Хочу напомнить, что логос переводится на русский язык не только как слово, но и смысл. Смысл, подача, акценты, которые вы расставили в этой нетленной песне. Потому что я еще помню оригинальное исполнение Ларисы Голубкиной, а потом Елены Антонны Камбровой. И сегодня я услышал другую интерпретацию, как бы пел папа, брат, дедушка. Другие смысловые акценты, другие посылы. Но самое главное, что вы оставили смысл существования этой колыбельной. Покой, тишина, умиротворение, принятие, понимание. Вот главные синонимы того, что сегодня вы нам продемонстрировали. Спасибо большое за то, что у нас есть возможность именно на телеканале «Россия» в передаче «Ну-ка все вместе хором» наслаждаться не только голосами, но и смыслом, который является основополагающим. Огромное вам спасибо. Спасибо. Сергей Лазарев, вот он сидит. Да, разная музыка должна звучать. Но все-таки мне кажется просто, что песня до конца нас убаюкала. Еще вот в таком очень неуверенном, на мой взгляд, исполнении. То есть если бы даже не стройно, но что-то вы как-то повеселее, помощней, наверное, это было сработало. Но если бы эту песню взяли, то тогда она должна была прозвучать идеально. Понимаете? А этого не случилось. К сожалению, к моему сожалению. Но в любом случае вы занимаете второе место в тройке лидеров с результатом 52 голоса. Смещают замечательный эстрадный хор «Джем Саунд» еще на одну позицию. А кто туда проходит? Конечно же, потрясающий коллектив «Логос». Смысл «Логос»-то они вроде бы заложили правильный, а ансамблей номера не получили. Не положилось. Сколько тонкостей и нюансов при хоровом пении. С микрофонами не могут. Могут только в акустике, не привыкли. Один растерялся, весь коллектив посыпался. Да. Ну, вот те рамки, о которых говорила Алина, в принципе, это верно, да? Потому что все-таки как-то звук-то нужно сделать иногда и посветлее. Теплее. Теплее. Да. Вот мы и испытали с вами одинаковые эмоции. Одинаковые эмоции, эмоции, ощущения, да, мы с вами испытали. Да. Лидеры уже заняли свои места и крепко за них держатся. Ведь сегодня у некоторых участников телевизионный дебют. И все не хотят запомниться нашим зрителям. А значит, борьба будет не шуточной. Ну-ка все вместе, ну-ка продолжим. Здорово, что у нас выходит этот сезон. Потому что благодаря этому сезону, я думаю, появится больше групп и больше коллективов. Здравствуйте. Мы вокальный ансамбль «Ариэль». Мы себя позиционируем как совершенно универсальный коллектив академической классической направленности. Мы выступаем акапелло, мы выступаем с оркестрами. Мы независимый коллектив, состоящий из выпускников лучших музыкальных вузов России, среди которых Московская консерватория, Академия Гнесиных, Академия хорового искусства имени Попова и другие. Вообще мы здесь в таком кругу, что мы друг друга в принципе знали давно. То есть когда еще учились, мы все заканчивали примерно одни и те же вузы в одно и то же время. Ну то есть я своего мужа будущего знала очень давно. И возникла какая-то симпатия. Но я подумала, нам нужен бас. Почему бы не позвать? Потом через полгода я ее в ЗАГС позвал еще. Друг друга позвали. Мне кажется, что для нас, как для академистов как раз, стоит очень большая задача популяризации именно нашего жанра. Потому что он, конечно, среди народа не очень популярен. Безусловно, люди ходят в концертные залы и делают это с удовольствием. И сейчас, кстати, аудитория достаточно молодая. Но хочется, чтобы ее было еще больше, чтобы наряду с популярной музыкой звучала и академическая музыка, и звучала и на телевидении, и на радио. И это было бы так же популярно, как другие направления. Красиво, красиво. Ой, такие черные, академические. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады сегодня быть здесь. Перед вами вокальный ансамбль «Ариэль». Город Москва. Сейчас волна такая, девочки, энергетическая. Бам! Если это будет так, то будет здорово. Город Москва. Прямо как церковный хор. Да. Да. Красиво. Ой, как красиво. Сопранку хор звучит. У этих есть движение. Ты чувствуешь, они не оттягивают, а они идут вперед. У них есть это, а у них не было. Нет, не было. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что происходит? Что происходит? Расскажите мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Все грехи отпущены. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим, сколько голосов набирает потрясающий вокальный ансамбль Ариэль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СТО баллов! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это все вам. Сотня поет для вас. Как видите, на стене нету ни одного грешника. АПЛОДИСМЕНТЫ А может быть, наоборот, повставали? АПЛОДИСМЕНТЫ Николай, Николай, Ерохин, премьер-тенор. Ну, мне кажется, есть два произведения, на которые всегда встанет сотня. Гимн России и Ава Мария. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я с нами согласен, конечно. Но, дорогие друзья, вы знаете, мы пока вас слушали... Я пока их слушал, у меня такое было впечатление, что у меня в руке свечка и воск падает мне прям на руку. АПЛОДИСМЕНТЫ Солистка не хватает солистки. А Лёва говорит, а кто вообще из них поет? Я вначале не мог понять, я смотрел на всех. Где солистка, где голос? Я говорю, вот это и самое ценное, это самое дорогое, что ты не видишь, кто поет. И как этот голос доносится до нас как будто бы с небес, с самого верхнего балкона, если бы это было в храме пение, да? Но я немножко плохо сейчас вижу, но мне кажется, что мы с вами где-то встречались. Это так или нет? Я имею в виду... Нет, вы плохо видите. Я имею в виду руководителя коллектива. Эльмиру ты имеешь в виду? Вы не поверите, Николай, но мы с вами однокурсники. АПЛОДИСМЕНТЫ Поростите, пожалуйста, я помню. Вот я помню. По ассистентуре, стажировке Московской консерватории мы учились на одном курсе. Вот как бывает! Ничего себе! Ну теперь вы понимаете, да? Профессионализм откуда? Вот она ассистентура, стажировка Московской консерватории. Не только зрение плохое, но и память плохая. Понятно, Николай. Ну, вы заметили, я сменил очки, поэтому... Выглядите шикарно. Ой, у вас такие потрясающие невидимые очки. Просто фантастические. Ну, дорогие друзья, спасибо вам большое. Идеально подобранные произведения. Идеально выбраны наряды. Главное, очень правильная расстановка коллектива всего. Когда голоса распределены, и они до нас доносятся, как уже как будто это сведенное произведение на пульте. Это все понятно. Ты расскажи, как ты мог Эльмиру забыть? Эльмира, это непростительно мне, что я вас забыл. Вы вообще встречались. А в театре мы с вами не виделись в последнее время? Возможно. Между прочим, наш ансамбль принимал участие в спектакле «Аида» в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко. И это было в сентябре. Это как раз в моем спектакле. Но я теперь понимаю, почему я все-таки... Вы вообще по странам смотрите, когда вы поете в театре или нет? Звезда пришла, отпела и ушла. Вы знаете, прошу прощения, однажды меня спросили по поводу Аиды, вы сказали, а вот на эстраде иногда, когда идут съемки, можно спеть под фонограмму. Это обязательно, даже условия иногда для телевидения. А вот в опере можно прохилять как бы вот так, да? Вот. Вы знаете, я нашел. Можно. Можно? За кулисами один поет? Когда в Аиде поет хор, а у тенора нам написано очень много си бемоли, я обычно просто открываю рот, потому что перекрыть хор невозможно. А зарплата вам также платит выборочно? А зарплата та же, да, кстати. Спасибо вам большое. Это наши все шутки, конечно, но эти сто голосов, это заслуженные. Ну и теперь давайте споем вместе. Спасибо вам, что благодаря вам мы не услышали все себе моли в Аиде у Николая. Спасибо. Ну, Олечка, Олечка. Ансамбль Рель, вы для меня теперь в моем сердце на долгие годы. Я первый раз вас слышу, вижу. Восторг, вы не поверите, я очень хотела услышать Ава Марию. И у меня было такое предчувствие, что-то такое духовное. И вышли вы, и все как-то, у меня так гармония такая в душе наступила. Дай Бог, чтобы вы нашли много-много поклонников вашего грандиозного таланта. Многие вам лето и концертов побольше и аншлагов. Спасибо. Благодарю вас за все. Спасибо. Мой кумир, аж 23. Вот. Но стоит, посмотрите, молодец. Стоит, да. Просто передайте ему микрофон. В первую очередь... Как зашел трек. Я тебе скажу даже, у меня есть одна идея. В первую очередь, спасибо вам большое реально, что вы это исполнили для нас. Я лично получил грандиозное удовольствие. Я отправился вместе с вами в путешествие, которое вы отправили нас со своими голосами. И это путешествие навело меня на ту мысль, что использовать такие голоса, такие ансамбли в современном искусстве, в современном творчестве можно сделать что-то новое. То есть меня это навеяло на мысль, а что если сделать что-то с таким вайбом. Вы меня вдохновили, за что я вам безумно благодарен. Спасибо. Дай вам Бог всего самого лучшего. Развивайтесь, творите и влюбляйте нас в себя. Спасибо. Браво. Ну что ж, Дарья Храмова, Дарья Храмова. Когда вы запели, буквально через несколько секунд я поворачиваюсь со словами, я вся в мурашках. Как это возможно? Это настолько было потрясающе, настолько едино, настолько духовно, настолько возвышенно, что просто я в восторге невероятным, низкий вам поклон за то, как вы это делаете. Это такой высочайший профессионализм. Спасибо вам за это. Спасибо, Дарья. А что скажет Кирилл Андреев? Божественные песни, конечно же. И вот я уверен, что с вашими возможностями, с вашими голосами вы можете взять любое произведение, оно будет прекрасно. Поэтому сегодня с вами был Господь. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл, Господь с нами всегда. Сергей Лазарев. Ну, сейчас даже не знаю, что сказать. Я вам скажу честно, что сначала, когда я понял, что это за выбор песни, да, что за выбор композиции, я сначала расстроился, потому что для хоров достаточно предсказуемо, наверное. Даже я когда-то в детском хоре пел Ава Марию. И вот тот самый случай, когда исполнено было так, что ты закрыл глаза на то, что, ну, достаточно предсказуемый выбор композиции. Потому что было сделано все правильно, идеально. И если сравнивать вот ваше выступление и ребят, предыдущий хор, две медленные, очень тягучие композиции. Но здесь было движение. Оно было вперед движение. Вы наращивали, наращивали, понимаете? Это то, чего мне не хватило у предыдущих ребят. Огромное вам спасибо за потрясающее выступление, трогательное. Но мне бы хотелось посмотреть и послушать чуть-чуть в другом ракурсе все на вас, да? Увидеть и услышать что-то другое. Спасибо большое. Надеюсь, что у вас есть чем нас удивить еще. Постараемся. Они нас уже удивили. Сто баллов. К сожалению, мы прощаемся с эстрадным хором «Джем». Саунд из Новосибирска. Спасибо, девчонки. Ну что ж, приглашаем сабль «Ариэль» на первое место в тройке лидеров. Ура! Это организм, это живой, единый организм, который живет, который работает, который дает невероятный лечебный вокал, да? Вот это исток категории, когда музыка лечит. Такое, на самом деле, послевкусие, после них вот такое прям вдохновение внутри, да? Мягкое, мягкое очень. Прямо вдохновение внутри. Такое теплое, да, да, да. Такая теплота после них осталась. Ровно половина коллективов уже выступили. Впереди еще столько же. Кто из них добьется победы и попадет в финал? А для кого борьба закончится уже сегодня? Скоро узнаем. Вы смотрите самое непредсказуемое вокальное шоу. Ну-ка все вместе хором! АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы сейчас с удовольствием госпел какой-нибудь, какой-нибудь классный джаз. Вот что-то мне хочется такого прям, чтобы класс-класс-класс вот такое, чтобы прокачало. Вот такое, чтобы подорвало нас. Вот что-то веселенькое. Здравствуйте. Мы группа 6BNG. Мы учимся в Московском губерненском колледже искусств на факультете эстрадного пения. Я очень давно хотела создать свой ансамбль. И чтобы воплотить все свои творческие идеи, я решила пригласить ребят с моего отделения. Наш коллектив существует полгода. За это время мы существовали только в рамках колледжа, но, помимо этого, в социальные сети выкладывали разные ролики с исполнением каверов на популярные песни. Это стилистика Iron B, поп, русская, зарубежная музыка. У каждого из ребят индивидуальный тембр с каким-то необычным окрасом. Мне очень нравится, что все мои аранжировки, они улавливают сходу. То есть я показываю, и все, они сразу схватили. И это, конечно, очень дорогого стоит. Все началось на самом деле просто из любви к музыке. Мы очень много с ребятами работаем над тем, чтобы ее понимать, чтобы уметь владеть разными музыкальными навыками. И это, конечно же, дает определенный фундамент для того, чтобы они могли фантазировать над музыкой, которую они исполняют, писать свои вокальные аранжировки, инструментальные аранжировки. И на самом деле мы еще только в начале пути. Поэтому на этом проекте мы бы хотели заявить о себе. Прекрасно! Ура! Ну все! Ой, какие юные! А как не встать? Вот скажите мне. Здравствуйте, уважаемая сотня. Мы группа Six BNG. Шесть девочек и один мальчик. Мы очень рады стоять здесь вместе с вами. И мы очень хотим поделиться частичкой своей музыки и поднять вам настроение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу же ты как-то на гады, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень тяжело Коле эти иностранные слова даются Давайте посмотрим сколько голосов набирает потрясающий невероятный коллектив 6BNG 97 голосов Боже мой сколько у вас эмоций Послушайте наш лидер чуть не выпрыгнул из своих штанов прямо к вам на сцену Слушайте я просто хочу сказать что я так ждал именно такого коллектива Спасибо огромное Такого исполнения я очень хочу разбить стереотипы их чтобы они вообще навсегда разрушились что хоры это скучно хоры это не интересно хоры это что-то старомодное нет я хочу чтобы были разные хоры и такие в том числе вы молодое поколение ансамблевого пения и это посмотрите как это интересно как это ярко как это талантливо вам сколько лет по сколько лет по 15 16 Нам всем по 19 и 17 лет Вы звучите невероятно вы звучите невероятно здорово вместе и по отдельности и вы сегодня здесь ансамблевым пением показали такой высший уровень именно молодого молодого какого-то нового течения музыкального это здорово спасибо вам Я стою между потрясающим дуэтом который запомнился Наш любимый дуэт из 5 сезона Роза Александрова Финалисты 5 сезона Так ну кто вас дуэт и говорит первый всегда Понятно Здравствуйте уважаемая сотня Всех рада очень видеть Я хотела бы сказать что это одно из моих любимых направлений РМБ и как же вы сильно круто это сделали просто ноги шли в пляс сами И спасибо вам большое дальнейших вам успехов Вы крутые просто невероятные Спасибо большое Спасибо вам большое Эти милизмы Ну просто спасибо Ребята вы просто огонь это было блестяще Спасибо Абсолютный огонь от начала и до конца Вы потрясающе во всем потрясающе держите строй потрясающе выстроили динамику и ну это было просто пламя сияющее Браво каждому из вас спасибо Спасибо Саша Спасибо Азат Рынбердиев Я ждал вот эту световую волну Я как раз раньше времени нажал на вот эту вот кнопку Вы понимаете да что произошло Меня сразу начало качать с первых нот Насколько они это филигранно сделали Насколько они сделали это музыкально А еще Кроме того они пели все это с оттяжкой назад Чтоб вы понимали да немножко Что они ритмически очень хорошо чувствовали эту песню И меня прокачало с ног до головы Спасибо вам за этот праздник музыки Я с вами просто получил эстетическое музыкальное удовольствие Спасибо вам большое у вас большое будущее дай бог Но не расслабляемся ни в коем случае хорошо Вот эйфорию эту спрячьте Взял три раза по сто а бабки ушли к другому Дело не в деньгах на самом деле я получил то что хотел Зато вписал свое имя в историю шоу навсегда Спасибо спасибо Сергей Поэтому я хочу чтобы вы вписали свою историю В это замечательное шоу Обладатель трех сотен Чтобы у вас дальше были сотки Я искренне это вам желаю У вас большое будущее Браво Ну кстати ты не единственный кто стал раньше времени Впервые у нас на стене 14 экспертов Подскочило раньше времени Да такого я не припомню Так Нодар привет Мы тебя пропускаем У тебя очень грустное лицо Вот Ну я хочу к вишенке на торте повернуться Ты моя Ты моя куколка Ты моя новогодняя игрушечка Которую до сих пор не сняли еще Семенович нет Давай с Олифер Да Сейчас эта новогодняя игрушечка упадет на кого-то Да На меня Падай на меня Потому что ты подскочила раньше времени Я на троих упаду кто не встал Всем добрый вечер Я в восторге в полном От От вашего выступления Почему поскакивали вот больше Да не один не два пятнадцатом Сколько экспертов сразу не дождавшись волны Потому что сразу взяли быка за рога Не стали расканчиваться Сразу с первых нот было все понятно что будет происходить Насколько вы крутые молодые перспективные Замечательные Ира я не понимаю почему никто из вас вообще не спрашивает Кто у вас руководитель Вообще кто вы У нас два руководителя Я Мирослава Кочева И Валерия Лебедь Боже как это здорово Вы такие молодые Это вы сами ставили все Сам номер все Ну аплодисменты отдельно Потому что Это же очень важно Аплодисменты Там на верхней стене Немножко иногда неуравновешенный эксперт Он все время импульсирует Эквивиблирует Вы вообще знаете этого человека Посмотрите Аплодисменты 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 в каком-то смысле традиции, чем я занимаюсь в своей профессиональной деятельности, являясь этнопродюсером, занимаюсь традиционной музыкой, фольклором и так далее. Для меня, тем не менее, вопрос был такой. Ребята, сколько раз сегодня сказали и спросили у друг друга, как называется группа? Слушайте, ну вы как? Это сюмарон абсолютный. Я не понимаю даже шифровки до сих пор. Зрители, которые сейчас будут смотреть программу, они тоже будут задавать. Они будут задавать вопрос, почему вы не встали на хорошее исполнение? Вот какой вопрос. Они как они называются? Хоть Вася Купкин их зовут. Вот для меня это важно, Сережа. Мы же здесь за талант, прежде всего. Профессионально они мне, конечно, понравились, но я бы от них хотел услышать песню на русском языке. Да еще дай им возможность эту песню спеть. Ты своим голосом тем, что ты не делаешь. Я согласен, что они профессионалы. Согласен, Сережа. Вот смотри, Юр, с точки зрения вокала и исполнения, не беря во внимание сейчас язык, на котором они пели. Они хорошо спели? Отлично. Они достойны этой кнопки. Давайте понаблюдаем, что произойдет дальше. Достойны ли они кнопки за их исполнение, за то, как они себя проявили на сцене? Да, согласен. Смотри, у вас есть песни на русском языке? Да, есть. Это следующие песни, которые они хотят показать, но ты тем же не нажал из своих соображений нелюбви к тому или иному языку. Ты у них отнял это право. Нет. Нет. Да, потому что сейчас... Сережа. Стоп, Юра, смотри. Сейчас есть... Сейчас 97-97. Сейчас у них батл. И вполне возможно, они попадают на третье место. Мы не знаем, как это будет. Дальше выходит еще коллектив, бьют на 98, и они уходят, не показав этой песне на русском языке, которая тебя бы устроила. Так дай им этот шанс. Нажми, а потом, если они споют три песни подряд на иностранном языке, скажи свое вот это мнение. Но сейчас, после первого выступления, журить только за то, что они спели на иностранном языке, или назвались как-то... Да, вот ты тоже не помнишь как. Так мы здесь за творчество. А я про это же. Сереж, мы всегда оценивали все. Все совокупность, не только исполнение, не только. Не название. Всегда было там. Но не название. Было и название, в том числе. Знаете что? Скажу вам. Какое количество людей я заблокировал в социальных сетях за мнение о том, что почему у нас иностранные артисты побеждают в шоу? Кыргызстан, Таджикистан, грузины. Почему это только русские должны быть? Это неправильно. И никогда так не будет. У нас международный конкурс. У нас конкурс, да, он идет на российском телевидении, но нам, мы за талант. Откуда бы он к нам не приехал. И у нас русские талантливые ребята. И у нас иностранцы талантливые. А я стою. Просто нельзя так. Я считаю, что я сделал. Нельзя так. Нельзя себя выше других ставить. Мы замечательные, мы русские, но мы гостеприимные, мы всех принимаем. Сережа, Сережа. Во-первых, мои таблетки тебе уже не помогут. Никак. Во-вторых, мы очень гостеприимные, и это группа из химок. Я это понимаю. Но я к тому, что у нас другие победители из других стран. Я все понимаю. Вернешься домой, зажги полынь. Да ну, вас. Все. Мы на самом деле это вырежем и отправим в турагентство. И вот как раз мы ждем всех! Кирилл Туриченко. Я просто начал спрашивать здесь у коллег, у вас так всегда? Да, всегда почти. А мне сказали, что это еще конфеты. У меня, Сережа, у меня пиджак посыпался из-за тебя просто. Я здесь просто, я не понимал, что, брат, ты просто избил стол. Я сразу посмотрел на Лев Борисович, я подумал, слава богу, что вы встали. Мне кажется, что надо на сиденье пружины встать, чтобы оп, ох, лучше я встану. На Лазарева посмотрел. Ой, ешкин кровь. Спасибо вам большое, это огромный труд. Молодцы. Я вам желаю пройти дальше. Пойте на разных языках, просто не останавливайтесь и не воспринимайте вот столько похвалы, потому что действительно нужно двигаться дальше. Это классно, но давайте, удивляйте и дальше. Итак, два коллектива набрали одинаковое количество голосов. Это значит, что вы должны определить, кто из них займет более высокое место в тройке лидеров. А мы, к сожалению, прощаемся с замечательным коллективом. Логос. Теперь давайте перейдем к тайному голосованию. Вы должны посмотреть, как выступили эти участники. Два коллектива. Напоминаю, голосовать можно только за один коллектив. Вот как выступил вокальный квартет «Девчата». Внимание! Давайте посмотрим, как выступили шесть БНГ. Я напоминаю, что каждый эксперт может отдать свой голос только за один из коллективов. Все, кто хочет отдать свои голоса за бокальный квартет «Девчата», «Девчата». Голосование для вас открыто. Голосуем за девчат. Девчата. Коллектив «Девчата». Коллектив «Девчата». Если у вас, Николай, есть другие девчата, можете за них проголосовать чуть позже. Голосование закрыто. А сейчас я прошу проголосовать за коллектив. С ХБНГ. Но про название подумайте. А то язык сломать будет. Очень тайное голосование. Голосование закрыто. И сейчас мы узнаем его итоги. Я прошу вывести результаты на экран. Ну что ж, потрясающий коллектив «Молодежная команда». Вы занимаете второе место, а «Девчата» смещаются на третье. Но 97 голосов остаются у вас и у вас. Они роскошные. Это вот то, что я ждала. Взбудоражили, прям подняли сразу же. И вопросов к ним нет. На нашей сцене могут оказаться самые разные коллективы. Столичный девичий ансамбль, этнофолк-группа из Сибири и даже провинциальный хор брянских егерей. Ограничений нет. Главное, что это будут точно талантливые вокалисты. Вы смотрите «Самое народное вокальное шоу». Ну-ка все вместе, хором! А есть ощущение, что мы в чем-то с ними учимся? Я не знаю, чему я научился, но я получил удовольствие. Мы получили просто удовольствие. Они научили вас получать удовольствие. Это тоже очень хороший, полезный навык. Вот ну разучился уже, что вообще не эмоциональный человек стал. Сухарь. А здесь, да, а здесь удовольствие. Удовольствие, правда? И самосос, дорогие товарищи, мы Государственный камерный хор Республики Татарстан. Я, Милёша Атаминдарова, руководитель и, к счастью, основатель этого коллектива. Всю жизнь мечтала создать нескучный хор. Хор для меня это всегда благородно. Хор для меня это всегда поэтично. И вот я всю жизнь мечтала создать хор, который будет захватывать умы множество людей. Но они зверски талантливые все. Они все исключительные, понимаете, как отпечатки пальцев. Вот разные. Поэтому и репертуар у нас, понимаете, из огня до вполымя мы никогда ровными не бываем. Впихнуть нас в какие-то рамки это безнадежное, совершенно гиблое дело. Потому что сегодня мы в большом концертном зале поем в сводном хоре девятую Бетховена. Завтра мы идем на рейф-вечеринку и продвигаем уже искусство в массы в прямом смысле этого слова и поем Бетховена. Орландо Делассо и Карла Орфо уже там. Потом мы едем в какой-нибудь сельский клуб где-нибудь там в Мамадышском районе республики Татарстан и дарим им песни. Мы приехали поучаствовать для того, чтобы попробовать свои силы и посмотреть, все-таки это же честное шоу, и посмотреть, станет ли сотня или нет. Здесь договориться невозможно. Есть мурашки или не мурашки? Почему так ценят все люди эти мурашки, понимаете? Потому что их невозможно купить ни за какие деньги. Это обертон и воздействие. Вот так. О-о-о-о, Татары! Это Татары вообще. Класс. Красота. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы приехали к вам из Татарстана. Вы, наверное, уже догадались. Мы государственный камерный хор республики Татарстан. Мы сегодня будем петь для вас татарскую песню. Песня эта называется «Ок-калфак». Вы видите наших девушек прекрасных и их головные уборы? Вот это калфак. Это национальный татарский головной убор. Но в этой песне поется «Ок-калфак». Белый калфак. Белую пуховую шаль купил я тебе, заплатив золотую монету. Но ни одна золотая монета не станет для меня дороже, чем любовь к родному краю, чем любовь к моей родине, чем любовь к тебе, моя родная. И ты наденешь этот «Ок-калфак». Об этом поется в этой песне. И вы представляете, сегодня у нас у всех есть необычайный шанс. Мне кажется, что эта сотня еще никогда не пела по-татарски. Правда? Слабо, ребята? По-татарски. Язык глубокой фонетики. Татарская народная песня «Ок-калфак». Ура! Ох, ребята, волнуюсь я за вас. Волнуешься за них? Почему? Потому что если плохо они выступят, и я не встану, мать меня убьет. «Ок-калфак» 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 Славянка, Антанча, Славянка, Антанча, Антанча, Антанча. О какого не слушали? О какого не слушали? Мы слушали русское, давай! Хочется чуть-чуть развития. Хочется чуть-чуть развития. Хочется чуть-чуть развития. Хочется чуть-чуть развития. АПЛОДИСМЕНТЫ Государственный камерный хор Республики Татарстан набирает 99 голосов. Мы узнаем, кто сегодня не получит чак-чак. Ну и руководитель, как я понимаю, народная артистка Татарстана. АПЛОДИСМЕНТЫ Милеушат. Милеушат Авиндарова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Просто ваш голос сразу же уже даже не хочется спорить, даже ничего не говорить. Вы когда вышли, сказали, я подумал, вы сначала всю стену прокляли одним словом. АПЛОДИСМЕНТЫ Я наоборот себя чувствую здесь, как будто я вас знаю всех давно и вижу, и люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну вы так это прямо... АПЛОДИСМЕНТЫ Неизмеримый талант нам из Татарстана. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, друзья, спасибо огромное. Национальное достояние нашей стены Николай Бурьяновский. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай. Мое почтение. Зур Рахмат Мин Йоратам. Ай, Мин Дасизны Йовики Хоти Йоратам. Ай, Ешулай Шоу. Прекратите. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу все понимать. Я могу сказать, что... Это гениально. Это планета. Вот в вашем звуке была вся планета. Вся национальная культура всей планеты. Вот это и есть уровень национальной культуры и уровень классики. Браво, Николай. Спасибо. Как хорошо вы сказали. Виктория, здравствуйте. Что вы хлопаете? Гармоник. По впечатлениям до сих пор, Николай. Все хлопаете. Или вы когда меня видите, вы хлопаете. Я восхищаюсь всегда. Это рефлекс. Сейчас цветы понесут. Как вам? Вы влюбили всех нас. У вас такая мощнейшая, ярчайшая энергетика. Такая красивая женщина. Там уже сама чернобурка кинулась вам на плечо. Понимаете, когда все и красиво. И такая эстетика, и благородство, и мощь, и внутренняя культура, и образование, и все это на таком грандиозном профессионализме и любви, что и должно быть в искусстве высочайшем его проявлении. Восхищаюсь. Нижайший поклон. Нет слов. Одни эмоции. Спасибо. Спасибо, Виктория. Скажите, пожалуйста, а вот что у вас за такое красивое вот это? Это оберег, это монеты там, или что это? Снимаем. Как это? Что это означает? Вы знаете, это, в общем-то, стилизация половцев в костюме. А, половцев. То есть это не национально, поскольку мы позволили себе, как вы заметили все, микс Александра Порфирьевича Бородина. Ой, так все обрадовались, подскочились. Ой, понимаем, о чем поют сразу. Половецких плясок и татарской песни. Вот вы знаете, почему мы это сделали? Потому что это лад музыкальный один, но еще и это лад человеческий один. Понимаете, вот вы так все тонко это почувствовали, что мы в одном ладу все. И мне кажется, сегодня вот эти вот коллективы все демонстрируют это. Потрясающе просто, вот эту полежанровость. И, ну, сейчас... У нас тоже есть на стене заслуженный артист Татарстана на стене. Альберт Жалилов. Пока не народный, но уже народный. Так, ты по-татарски говоришь? Я говорю, но не так, конечно, хорошо. Ну, скажи что-нибудь. «Минсиная ротам, выходи к воротам». Есть такое выражение есть. Я приветствую этот прекрасный коллектив. На самом деле, я сидел и думал, что вот именно такие выступления знакомят нас с Россией. Потому что ведь большинство людей не знают Россию, которые живут в России, я имею в виду. И вот через такие выступления высочайшего уровня они узнают нашу страну. И вот теперь, я надеюсь, после этого выступления многие поедут в Казань, куда, конечно, стоит съездить и посмотреть. Мне, честно признаюсь, всегда очень сложно, потому что, с одной стороны, это Татарстан, это знакомый коллектив для меня. И надо встать, с одной стороны. С другой стороны, ты же не можешь, если что-то пойдет не так, вставать, правильно? Нужно быть объективным. И я очень был рад, я прям расплылся в улыбке. Потому что, когда ребята начали петь, я понял, что это будет блестяще. И я встал вот без зазрения совести, как говорится, без задней мысли. Поэтому я очень рад вас видеть здесь, что, может быть, вы открыли дорогу другим коллективам из национальных республик, которые приедут сюда и тоже покажут высший уровень, высший класс и откроют для всех Россию. Заслуженный артист Татарстана, мечтающий стать народным Татарстана, был обязан стать. Конечно, я и встал. Да. Ну что скажет Сергей Лазарев? Ну, честно говоря, песни на иностранном языке не очень понятно было, конечно. Глупо звучит, да, Юр? Я тоже так считаю. Потому что для настоящей музыки, для настоящего искусства нет никаких границ, преград и национальности, языков. Понимаю я, о чем вы поете, не понимаю. Я чувствую, я чувствую сердцем. Я знаю, когда это сделано талантливо, профессионально, а когда тяп-ляп. И я не могу не реагировать на профессиональное исполнение. Я не могу не реагировать на мастерство, на душу и на такую мощь. Я говорю вам спасибо, говорю вам от всей души спасибо, что вы прозвучали именно так, что именно на татарском языке, что вы в какой-то степени, я уверен, разрешили и наш спорт предыдущий. Спасибо вам за это. А еще хочу сказать, что безусловно, руководитель это уже половина дела. Вот просто, когда руководитель такой, не может быть иного хора, не может быть нестроенного лада, не может быть пения спустя рукава, не может быть. Потому что вы держите все в ежовых рукавицах, так и должно быть, и даже нас с самого начала. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. И я хочу сказать, чтобы наши девчата, замечательные девчата, ни в коем случае не расстраивались. Потому что 97, представляете, это вот трех голосов до 100 не хватило. Вы практически сотню выбили. Вы запомнились, вы ярчайшие участники нашего спецсезона. Браво. Это не проигрыш. Но, кстати, девчата, хочу сказать на самом деле, у нас есть такая опция, что когда проходит уже наш отборочный тур, и наша сотня потом может выбрать еще один коллектив, который выбыл. И если он понравился, поэтому я желаю вам удачи, и мало ли, может быть, вы еще и вернетесь. Вот они такие вот, да, светлые открыты. Браво. Спасибо. Ну что ж, только что для вас пели 32 человека на сцене и 99 экспертов на стене. Именно с таким результатом, 131 голос, хор из Татарстана, проходит тройку лидеров и занимает второе место. Кто один-то не встал? Вот интересно. А там наверху коллектив-то. Что тебе надо? Сегодня это просто фейерверк. Это хлопушка, которая посыпалась яркими конфетти. И такие, и такие, вот на все вкусы. Сегодня мы уже видели всю сотню на ногах, но впереди еще два коллектива, у которых есть шанс набрать высший балл. Чего мы им и желаем. Ну-ка все вместе, хором мы продолжим. Получается, побеждают академы все такие больше, понимаешь? Хочется все равно, чтобы эстрадное искусство групповое тоже было представлено. Хотя поют эстрадники ничем не хуже. Им порой сложнее, потому что их там не толпа, и они поют в такие ручные микрофоны. Их слышнее, грязь слышнее. Не хватает анекдотов, конечно, честно говоря. Эпиграф к нашему шоу. Стоит блондинка и кричит, Ваня, Ваня. Подходит вторая блондинка и давай кричать вместе. Давай вместе, вместе. Неужели ты не знал такого? Я такие не запоминаю даже. А, да? Рассказывать стыдно. Нет пошлинки, пошлинки нет. Всем привет! Мы «Квартет Адашу». Мы артисты Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Наш коллектив образовался около 10 лет назад. Наш репертуар разнообразен. Мы поем и классическую музыку, и эстрадную. Мы все с музыкальным образованием. Мы фактически подружились именно в квартете. Знаем уже друг друга уже давно. У нас все распределено. То есть каждый занимается каким делом я ему скажу заниматься. Допустим, Николай у нас пишет программы. Иван у нас слова. Особенно текст, особенность английский, французский, итальянский. Он очень хорошо разбирается в языках. Только в произношении, конечно. В произношении, да. А Саша у нас просто красивый. Спасибо. Мы часто выступаем, гастролируем по нашему родному Краснодарскому краю. Выезжаем нередко за пределы Краснодарского края. Мы выступали вот в Кремлевском дворце в Москве. Много разных площадок мы видели. Но вот именно это для нас что-то новое, что-то волнительное. Во-первых, мы ансамбль, но каждый из нас это состоявшийся солист. Мы очень эмоциональны. Мы очень харизматичны. И я думаю, что мы можем показать очень яркое выступление. Очень эмоционально, очень чувственное. Вот, улыбаются, выходят. Довольные, счастливые. Здравствуйте, уважаемая сотня. Мы, квартет Адажо, Краснодарской филармонии, от всей души хотим подарить вам яркое и солнечное настроение. Самое главное, чтобы волнение не накрыло и чтобы они собрались. Они вроде бы смотрят, какая стойка, уверенная. Да, да, да. Да, да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но поется хорошо! Субтитры делал DimaTorzok Просто мне кажется, что зажрались! Субтитры делал DimaTorzok Браво! Давайте посмотрим, сколько баллов набирает квартет Адажуо из Краснодарской филармонии имени Пономаренко Субтитры делал DimaTorzok Мы добрались до твоего бархатного пиджака И эта буква А напоминает о том, что ты Андрей Да, так приятно! И такой же яркий, такой же дорогой, как твоя брошь! Как музыкант, как специалист! И почему ты не уговорил... А, коробка между вами! Попкова сегодня страдает! Страдает без тебя! Ну, Андрей Солот! Приветствую вас, дорогие земляки! Но я встал абсолютно не из-за того, что мы с вами из одного города Я из Краснодара, я там родился А что я вам хочу сказать? Конечно, интонационные микротрещины имели свое место Как-как-как? Подожди, надо запомнить Интонационные микротрещины Ты меня продолжаешь удивлять Как микротрещины? Микротрещины Вокальные Да, интонационные Кирилл, запомнил? Ну, типа, немножечко фальшиво Это у вашего рыжего Что рыжему сказать? У тебя интонационные микротрещины Я в коллективе по микротрещинам как раз Но я вам хочу сказать Вот сегодня говорили по поводу того, что Есть определенные рамки Если это академическое произведение Если его исполняли уже в академической Такой, даже, можно сказать, уже более в оперной манере То мы все должны следовать именно этому Несмотря на то, что мы в одном коллективе Да нет! И очень хорошо, что этих рамок у вас абсолютно нет Да, каждый из вас абсолютно разнотымбровый певец Вы абсолютно разные по имиджу, по голосу, по внешности и так далее Но очень здорово одно Что когда произведение требует непосредственно слияния То вы это сделали И вы это сделали очень эффектно Очень стильно И очень, на мой взгляд, профессионально Крепко мужайтесь и идите дальше Не расслабляться Не расслабляться Спасибо О, я нашел третьего Иванушку интернешнл Гарри, Гарри, привет Посмотрите, парни, посмотрите Он мог, если ты оденешь очки, может вашим солистом быть Но он солист Джукбокс-трио Ну, начну все-таки с комплиментов Потрясающие голоса У каждого из вас Четыре крутых солиста Я так не могу Вот Но, к сожалению, то, что касалось именно ансамблевой части Когда надо было аккордики строить Тут вот этот момент страдал Извините Спасибо, спасибо Митя, Митя Венгеров Неожиданно ты стоишь Ты же у нас немножко болен Александром Шоуа Заметно? Да, иногда Ты же иногда Бывает сразу находишься Ты и Бородин Я уже начал отращивать волосы О, кстати, хорошо расслаблено Чтобы быть Да Я встал по одной простой причине Потому что Мне кажется, что ребята попали вот в ловушку конкурса Ну-ка все вместе Потому что Здесь есть очень много нюансов В частности, каким номером ты выходишь И после кого ты выходишь После того, как вышел Заслуженный хор имени Татарстана Дунул в 32 голоса так Что мы здесь немножечко все Пол Татарстана вышло Да, пол Татарстана вышло на нас После этого выходить Я думаю, что если бы вы были первыми Было бы за 90-100% Вы большие профессионалы своего дела У вас потрясающие голоса Поэтому вам только вперед Спасибо Армен Григорян Полуфиналист пятого сезона Где ты пел до хора турецкого? Кто эти люди? Для тебя Я, конечно, не могу быть равнодушным К квартету Адажу Так как, да, я был участником этой группы 4 года И именно после После квартета Адажу Я переехал в Москву Мне, конечно, очень жаль Видеть эту цифру Потому что я считаю, что Это не 88 Это, на мой взгляд, объективно Я сейчас не из-за того, что я был солистом И я считаю, что У ребят все получилось Это было абсолютно профессиональное выступление Я рад вас был видеть на этой сцене Спасибо И вы реально все сделали круто Молодцы Моя солнечная Моя яркая Моя розовая Моя шкатулочка Наш ящик Пандоры Наша мать стены Этери Тебе слово Наша птица счастья После этого Можно я упаду в оморок На кого-нибудь из мальчиков От счастья Что Такую тирану произнес Падай на Владе Он еще что-нибудь напишет Точно Все, написал Написал, да? Готово Квартет Адаже Какие вы красивые, ребята Я сидела, честно говоря, наслаждалась Простите, как вас зовут? Меня зовут Николай Николай Святое имя Да, кстати, да Для стены Когда вы стояли еще там То есть Только шло вступление И у вас уже началось Вот это вот внутреннее Как будто Николай должен был вступать Да, да, как будто Да, ну просто Глаз не давать Потом Не было ансамбля И это мне мешало И когда я Знаете, как у меня На листочке За и против Пишешь плюсы и минусы Аргументы за Перевесили Аргументы против Поэтому мой голос за вас Спасибо вам Кирилл Есть что добавить Друзья Вы превосходны И вы передали то настроение Испанское настроение И Мне Я буду коротен Мне очень понравилось Спасибо вам большое Спасибо Добавлю Спасибо Я здесь первый раз Каждым выходом Все сложнее и сложнее И я думал, что вначале Так будет легко Но Ну выходит Просто Такая мощь выходит Поэтому, ребят Не расстраивайтесь Только вперед И С тем же настроением Спасибо вам большое Спасибо Сергей Как сказала Светлана Мастеркова Когда вы выходили О, ну четыре Это мало Понимаете, да? То есть Я наш бегунья Уже Уже Все губу-то Раскатали Уже Хоры По 40 человек Выходит И вдруг Четверо Ой, ну что-то Мало Конечно Сработало Но Это вопрос К вам Уважаемые Коллеги Все-таки Давайте Отчленять Друг от друга Участников И все-таки Абстрагируемся От предыдущих выступлений Стараться По крайней мере И оценивать Конкретно данные выступления Лично мне Все понравилось Всего хватило Да Иногда были Встроенные Сложности Но вас Четверо Вас Слышнее Эти неровности Они Слышнее Потому что вы поете Вручной микрофон А хоры поют В другие микрофоны Поэтому Там Когда 4-5 человек Поют И один из них Чуть-чуть не строят В этом микрофоне Возможно Этого не слышно Вот я Исходя из этого Сделал небольшую скидку И встал Потому что В целом Мне показалось Очень Профессиональное Хорошее Конкурсное выступление И лично Для меня Это абсолютная кнопка Чуть-чуть Не хватило Спасибо вам Спасибо большое Это очень хороший результат Мы очень рады До встречи в Краснодаре Квартет Адашу С результатом 88 голосов Покидает наше шоу Но под бурные аплодисменты Всего зала Рады Хорошие мальчишки Красивые Симпатичные Но Николай правда Он перетянул внимание Он начал только танцевать Если бы они все так Четвером танцевали Мне кажется Было бы Они бы захватили энергию Не хватило чуть-чуть Немножко не хватило энергетики Сутка требовательная Ну понятно уже Извините сколько сезонов прошло Конечно мы требовательная Но кроме меня Остался лишь один претендент на финал Доберется ли он до заветной цели Узнаем совсем скоро В самом мощном вокальном шоу Ну-ка все вместе хором Но сперва спросим Что чувствуют наши фавориты Вокальный коллектив С Икс Бен Джи Вы в самой опасной зоне Как думаете Удастся ли вам Выйти в батл Или вы можете Покинуть нас Нам бы на самом деле Хотелось бы Показать себя Совсем с другой стороны То есть Хотите чтобы Этот коллектив Выступил хуже Да Какая детская Юношеская искренность Честно Да Понятно Ну хорошо Ариэль Вы самые сильные участники Этого тура Как вы себя ощущаете Смотря как выступают Одни, другие, третий А вы все равно На первом месте сидите Ну вы знаете Это очень интересный опыт Потому что Все коллективы Очень разные Все коллективы Очень достойные Очень сложно вообще Ну как-то соревноваться Потому что У всех абсолютно свое лицо Вот И для нас конечно Очень большая честь Что нас так высоко оценили Но я считаю Что все коллеги Достойны Самого высокого места Спасибо Государственный хор Республики Татарстан Волнуетесь Или готовы к дуэли уже? Вы знаете Меньше волнуюсь Чем счастлива На мой взгляд Хор Это всегда Братство Это всегда Дух товарищества Вот я почему-то Вот здесь Почувствовала Такой вот этот Дух Товарищества Что здесь Все родные Какие-то люди Не знаю Я счастливый Чет сегодня Но все равно Ведь Вы испытываете Все равно Настоящий адреналин Конечно А? Безусловно А сейчас Я думаю Он усилится Потому что Мы встречаем Коллектив Номер Восемь Который Приложит все усилия Чтобы попасть На первое место В тройке Лидеров И соточку хочу И коллектив Из Татарстана Хочу Оставить Он в баттле Будет в любом случае Татарстан Вот Девчонки маленькие Их ждет судьба Ну А мы не знаем А вдруг сейчас Восьмой уже выйдет Перегорит Я сомневаюсь Что восьмой сейчас будет Перегорит Но если бы это был Один участник Это возможно А мне кажется Когда хор Перегорит всем Очень бы хотелось Чтоб после этого шоу У нас в стране Появилось больше коллективов Я думаю Что Появится Благодаря этому выпуску И сезону Это действительно так и будет И просто очень хочется Чтоб это было Ну Продолжение этого сезона Просто это необходимо И это необходимо Для страны Мы ансамбль народной И казачьей песни Люба жить Мы из славного города Воронежа Исполняем песни Некрасовских Терских Донских казаков А также мы исполняем Авторские песни В народном стиле Мы играем не только концерты А еще концерты-спектакли Где есть определенная Сюжетная линия И каждый артист Имеет свою роль И свой характер На концертах Обычно мы выступаем С сопровождением Ансамбля народных инструментов Наш коллектив славится Не только красотой голосов Но и костюмов В нашем ансамбле Всегда царит Солнечная Уютная атмосфера Семейная Наша атмосфера Царит благодаря Нашей сплоченности Дружбе Благодаря тому Что мы очень долго знакомы У нас есть Пары влюбленные У нас есть Родственники В нашем ансамбле И между нами Царит Добро Позитив И дружба Мы приехали С черноземного края Который свавится По нашей стране Многоголосим У нас тепло Хорошо Энергия Поэтому у нас Очень обширная гармония Которая как раз Выражена в народных песнях Мы хотим показать зрителям Красоту хорового Многоголосия Показать богатство Народной казачьей культуры И сохранить Для будущего поколения Такой культурный Народный код Девчонки Свою мафию выпустили Вот она Вот будет русская песня Привет Здравствуйте Уважаемая сотня Мы Ансамбль народной песни Люба Жить Из славного города Воронеж Наш девиз Играть народные песни Любить Народное творчество Жить Народной культурой Молодцы Удачи вам Вот им бы выбить сейчас детей Бог не знает А потом проиграть татарам Какой у тебя хитрый план Дайте жару Зажгите От Волги До Енисения Леса Каза Горы До степи Рассея Моя Рассея От Волги Не дай Это почти гимн Не сия Ай ты Россия Ай, матушка Россия Ай ты Россия Ай, матушка Россия По дороге ночной Ай, матушка В гормонь Заливается Девки ходят Гурьба Ай, милым Улыбаются Ночь Такая Замечательная Рядом с тобой Песня Русская Мечтательная Льется рекой От Волги До Енисея Ногами не счет с километры Россия, моя Россия Над волки дает не синий Ай, не Россия, ай, мадурка Россия Ай, не Россия, ай, мадурка Россия Гармонист молодой От души старается Над речной луном Здорово играется Зарана моя родная Род привенчанная Песня звонкая, шальная Грустью венчанная Над волки дает не синий Ногами не счет с километры Россия, моя Россия От волки дает не синий От волки дает не синий Ногами не счет с километры Россия, моя Россия От волки дает не синий От волки дает не синий Не садятся горы до снеги, Россия, моя Россия, От волки ни даре ни зеля. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набирает ансамбль народной и казачьей песни «Люба, жить!» 87 баллов. Ребят, на самом деле, вы знаете, с кем я рядом стою? Наш легендарный российский поэт-песенник, автор Александр Шаганов, Саша, добрый вечер. Он написал эту песню, он написал историю нашей страны в этой песне. Как я сказал, это практически гимн уже, фактически. А Матвиенко уже добавил музыки. Да, я благодарен вам за такое чудесное исполнение, которое мы с моим другом Матвиенко, композитором Игорем, замечательно сочинили, который в репертуаре группы «Любэ». И вот частенько меня, так сказать, спрашивают, почему это такие границы, так сказать, от Волги до Енисея. А я говорю, это не урок географии, мои дорогие. Это в этой песне одна великая река нашей Родины. Через припев передает привет другой прекрасной реке нашей отчизны. Да, речка движется волнисто, нескончаемая, а любовь у гармониста, эх, отчаянная. Вот еще один вам куплет я в эту песню напишу. Да, браво. Ну, я смотрю, выступление понравилось. Прям вот как-то вернулся 25 лет назад, когда я сочинял эту песню, вот глядя на ваши такие воодушевленные лица, вот, особенно девушек. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое за песню. Спасибо большое. Олечка, здравствуйте, моя дорогая. АПЛОДИСМЕНТЫ Невероятно трудный сегодня день. И вообще этот сезон очень трудный. С хорами прямо вот-вот душа болит. Но вы же руководитель хора, для вас это легкий сезон. Не, сезон трудный, потому что невозможно судить. Ребята, хор – это основа русской культуры, русской земли. Сережа говорит, надо, чтобы молодежь видела, что это не скучно. Какое там скучно? А молодежь видит. Вот. Где же еще видеть, как не у нас? Хорошо, что видят. И видят, что не скучно. Вот, пусть они видят. В общем, душа радуется. Я не знаю, что еще говорить. Все. Бегу от вас. Отлично. Спасибо большое. Шикарно. Ну что, группа «Эксмиссия». Ребята, вы молодцы. Я сидел, я говорю, я все, я хочу, чтобы прошли дети. Вот прям, сейчас никого не агитирую, просто это мое личное мнение. Говорю, хочу услышать, что они еще могут. Но я не выдержал. И невозможно просто сидеть под такую музыку, под такие песни, под танцы. Ребята, большой респект, как говорят сейчас молодежь, за то, что вы танцуете. Не просто поете, а делаете еще какие-то трюковые комбинации. Продолжайте так же делать. Потому что мы эксперты разбалованные люди. И мы хотим удивляться. Наша жизнь тоже была связана с народными танцами. Мы вообще с народной музыкой перетанцевали все танцы мира. И хочу сказать, что вот даже просто плечиком двигали, и это был нереально красивый танец. Особенно девчонки зажигали. Спасибо вам огромное. Великолепное выступление. Спасибо большое. А вот Этери, которая так выражалась, круто вообще. Сейчас. Сижу, сижу. Ребят, соревнование идет, у нас конкурс. И в данном случае мы каждый раз, прослушивая от начала до конца каждый коллектив, мы ждем всплеска, мы ждем выхода песни, например, на новый уровень, что где-то что-то произойдет и будет кульминация. Здесь я услышала, что все шло в одной динамической зоне. То есть в одной динамике. Как вот начали... Вот так и закончили. Вот эта подъема, то, чего я требую обычно от учеников и так далее, что песня, она как самолет. Вот этого разгона и взлета не случилось. Ну, в принципе, то, что вы порадуете всю страну, а меня просто начнут закидывать гадостными сообщениями... Гадостными сообщениями тебя начнут прямо сейчас закидывать Марина Фирсова. Хормейстер казачьего московского хора. Хотя сегодня она выглядит не как хормейстер. Какой у вас чудесный хормодель. Но я же не на сцене все-таки. Если бы я была на сцене, я была бы в костюме казачьего. Моя дива дивная, чудо-чудная. Ребят, простите, пожалуйста, меня, что я сейчас скажу. Но с точки зрения звучания хора, это было не очень хорошо. Я не очень люблю говорить такие вещи, но это правда. Во-первых, девчонки, кто поют верхние голоса, это было очень пестро и плоско. Это первое. Второе. Ребята, которые пели дуэтные запевы, тоже мимо. И все хоровое звучание, вся вот эта пачка. А вы говорите, что я обычно жестко говорю. Вот, кстати, жестик-то. Простите, пожалуйста. Простите, но я не могу. Лучше бы ты в кокошники пришла. Извините. Но почему я стою? Потому что ваша энергетика и ваша самоотдача на сцене все-таки заставили меня встать. Но я желаю вам только удачи и всего самого хорошего. Спасибо. Мариночка, можно мне микрофон обратно? Сергей, ну давай, ты любишь иногда кратко сказать. Я не могу сказать, что вы меня удивили, но в конце передачи вы меня улыбнули, порадовали. И мне хотелось улыбаться и петь эту замечательную песню вместе с вами про нашу Россию. Спасибо большое. Ансамбль народной и казачьей песни «Люба жить» набирает 87 голосов и, к сожалению, покидает наше шоу. Под бурные аплодисменты всего зала и под аплодисменты легендарного автора Александра Шаганова. Этот отборочный тур почти закончился, но впереди самое интересное определение финалистов специального сезона, самого захватывающего вокального шоу «Ну-ка все вместе хором». Большая премьера продолжается! АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас, конечно, дети против хора. Вот сейчас будет, конечно… Они должны порвать. Дети с энергией. Дети против хора. О, да. Но все-таки они уже со значком государственной. То есть они уже везде… А у тебя все еще впереди. Вся жизнь. Вот это самое страшное. У вас все еще впереди. Мне кажется, это самое страшное, что может услышать вообще конкурсант. Ты думаешь? Да. Я сама была конкурсантом. Я знаю… Ой, да вас еще… Это все. Это значит, нечего сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ По правилам шоу из каждого отборочного тура в финал проходит только два коллектива. Хор, занявший первую строчку в тройке лидеров, проходит туда напрямую. Сегодня это вокальный ансамбль «Ариэль». Мы поздравляем вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Остальные лидеры примут участие в вокальной дуэли, которая покажет, кто пройдет дальше, а кто останется ни с чем. Предыдущие результаты больше ничего не значат, и мы их обнуляем. Сейчас дуэлянтам предстоит заново набирать голоса экспертов. Скоро мы узнаем, кто из вас пройдет в финал. Первыми свою песню исполнит вокальный коллектив «6B&G». Прошу вас! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удачи вам! Какие прекрасные ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ Страшно! Очень страшно! Я бы испугалась! Маленькие наши! Я не волнуюсь! Волнуются! Волнуются, конечно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вчера! Вчера! Он знал, что ты придешь! Вчера! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он знал, что ты придёшь Вчера, вчера, а я не поняла Вчера Но что среди городов и волшебных снов Я просто тебя ждала Это песня менее подготовлена, чем в прошлом А-а-а, ждала вчера Песня плюс такая, что её... Ну то выбрали 76 голосов набирает коллектив 6BNG Ну что ж, умнички, молодцы, возвращайтесь на своё место Мы приглашаем на сцену ваших соперников Государственный камерный хор Республики Татарстан Ну как мне не обнять такую роскошную, потрясающе шикарную девушку? Удачи вам! Спасибо! Она ураган! Я говорю, тут просто такая энергетика, что ты вот придёшь и у тебя не будет голоса, он у тебя появится Смелые ребятки, вышкаленные, отрепетированные, как следует ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашли с козырей, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При этом сохраняется Татарский импираль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вы нас сегодня, друзья, удивили. Две сотни за программу. Это потрясающий результат. Браво, спасибо. Я вас поздравляю. Спасибо сотня за вашу профессиональную работу сегодня. Ну а я хочу поблагодарить наш легендарный коллектив, хотя он не в полном составе, но доставил нам тройное удовольствие. Группа Иванушки Интернешнл. Кирилл Андреев и Кирилл Куриченко. И, конечно же, дорогие зрители, спецсезон продолжится. И мы выберем еще два коллектива для финальной битвы. Присоединяйтесь, чтобы наше решение было максимально объективным. А сейчас давайте споем. Ну-ка, все вместе хором! Мы с ним на сударь, мы все в день, как не ехал. Возьмем тут и брак, в районах и кантуре в глаз. Вы в том, что ехали на час. Привет, вот жутко рот. А вы сказали, любите нас, вам круто повезло. Ну-ка, все вместе! Поем, поем! Все, все! Лучше по-хорошему, но в темнотолшем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...